Привет, друзья! Сегодня мы с вами проживем стандартную историю человека, который приехал из другого города в столицу нашей Родины для того, чтобы купить себе новую машину. Сначала этот человек поискал самый недорогой вариант в интернете, потом он позвонил в автосалон, ему подтвердили, что машина, конечно же, в наличии, что она есть, ее можно купить прямо завтра, приехать и забрать. Потом человек ее даже забронировал по телефону. А роль человека из провинции в данном случае сыграет Нина, один из авторов сообщества «Честные и бодрые». Кстати, именно они попросили меня снять два ролика о разоблачении в автобизнесе. Привет, ребята! Мы в нашем паблике сегодня боремся за честность и правоту потребителя. Данная тема в нашем сегодняшнем выпуске – это авто. Мы будем рассматривать людей, которых обманули, которые приехали из провинции, хотели купить себе новую машину или подержанную машину. У них было с собой определенное количество денег. И что с ними дальше произошло? Ребят, вот не поверите, постоянно мне пишут под видео, в комментариях, где вы берете таких лохов, вы выдумываете эти истории. Да ладно, вы посмотрите, просто наберите в поисковике. И более того, мы сейчас поедем в салон, будет съемка скрытой камерой. Это наводка. Мне написал человек, который хотел реально ехать за этой машиной. Мы реально ее забронировали. То есть все, что вы сейчас увидите, это не акт в трех действиях, это реальная совершенная история. Дальше мы выйдем из этого салона. И вот представьте себе, мы обычные люди, у которых в кармане, в трусы зашито 280 тысяч рублей, за которые нам обещали Логан. Что нам делать дальше? А вот в следующем выпуске, который будет буквально через неделю после этого, вы увидите, куда мы дальше пошли и что мы дальше делали. А сейчас смотрите, как мы приехали покупать новый Логан за чуть менее чем 280 тысяч рублей. Рено-машина вчера вечера, мой муж, она новая, черная, за 274 тысяч. Рено-логан 1.6 на метр. Да, за 274 тысяч. Классно, 20-20. А за 271 тысячу, а у Томтик 1.4 на метр. Да, 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 на самой базе. Давайте мы такси возьмем туда-салон. Потому что смотрите, нам тысячу километров ехать обратно. Ну, туда-то не пустят, но в ворот-то мы можем побыть. Хоть посмотреть вообще, как выглядит эта машина. Все, покупать и ехать у нас деньги с собой. Что нам тянуть там? Там склад, а у ворот-то склада на улице у нас пустят. То есть хоть постоять у ворот, выведут машину. Вот там стоят у ворот, чтобы вам показывать несколько машин. Ну, выведите, кто-то ж может за ворот. Ну, меня везут уже сюда. Ну, сколько это времени еще? Вы же сказали 20 минут. 20 минут, 40. Продажа, девушка. Нет, подождите, вы сказали вам 20 минут, нам 20 минут подождать. Ну, подождите 20 минут, продажку делали, машину везут. Ну, когда, сколько, если, я же не могу до 6 вечера ждать, что ее везут. Сколько еще ждать? Скажите, сколько, полчаса, час? Ну, так тоже нельзя людей прямо подвешивать. Ну, ребятки, ну, давайте, если серьезно, мы же приехали покупать. Мы вчера забронировали, вы знали, что мы приедем. Утром мне отзвонились, я сказала ей, какая проблема, для чего мы ждем 40 минут. Машину. Я понимаю, что мы не конфеты ждем. Девушка, милая, ну, пожалуйста, скажите, вот сколько ждать? Вы можете, прошло 40 минут, ну, сколько вам еще ждать? Ну, часик, ну, 40. Да, понятно, не рассказывайте, на вертолете, не на вертолете. Нам важно знать, когда машину не видишь. А мне же сказали, что машина на речи, но врача отказалась. Нет, а мы прям спрашивали, есть ли документы, можно ли приехать и забрать. Вчера вечером сказали, что... Представительство у нас от паркетического. Нет, нет, мне сказали, что это не есть, я думала, что это ошибка, потому что... Но это не ошибка. Мне прям вчера, знаете, кто сказал? Немцок, коронный, Юнг. Он сказал, что есть точно, и ПТС есть, все есть, можно прям приехать и уехать тоже. Мы взяли билеты, сели в поезд, угнули в билеты. А, подождите, а как? Он говорит, я вижу ПТС, я вижу машину, за 274 можно забрать. Ну, что делать, мы взяли билеты, мы приехали, нам нужно уехать от себя. Альтернативы можете выбрать? Ну, а какие альтернативы? Калина, альтернативы. Калина? А сколько стоит? Бюджет, какой у вас? Ну, мы взяли столько, сколько нам сказали. Нам сказали 274 тысячи рублей. Нам предложили, вот, за 274 логан в самой классной шамплектации. И потом, слушайте, Локолин ненадежный, Локолин надежный. Почему колене? Ну, все-таки, знаете, между Локолином надежный логан? Да нет, короче, ну что, Локолин у нас, он таксисты в городе, на Локолин, вот эти отлично, как? Ну, а здесь в Москве так все с понасолялись, я бы хотела, что ли? У меня нет денег, посолялись, я бы рада взять солялись, но я приехала, понимаете? За 200 тысяч, Калина, может быть. А сколько за 200 тысяч? Она новая? С поверью. Не, ну я хочу новую. Новую, но это за то, что нам не требуют эти деньги. Ну, а слушайте, а это что, шутки, что ли? Вы взяли билеты, мы приехали. Ну, как так. По словам вашего человека, для его обещания. Все, ребята, мы что-то делаем, давайте, а мы вас позднимем. Пусть он мне за билеты вернет тогда деньги. Вон, мы 4 человека, 4 водителя, приехали специально, ты что, а я пишу, что ли? То есть, получается, ты что, развод, что ли, да? Стандартный развод, как вы, да, знаете, пишу. Он говорит, я ПТС вижу, я машину вижу, я с чего, вы улыбаетесь, даринады. Вам весело, конечно, улыбаетесь. Вам весело? Весело. Таких клоунов каждый день видите? Весело, да? А чего вам весело тогда? Ну, поздравляю, веселитесь, только машину нашу нам дайте за 274 тысячи. Класс, ничего здесь нету. За 274 тысячи вы купите блошную машину. А где Логан, который мне обещали? Где он есть? Постоянства нету на Логан. Хорошо, где Логан физически? Вот сейчас папа посмотрел на сайте, он до сих пор у вас на сайте висит. У вас на сайте висит точно так же человек. Звонишь, говорит, что вот машина есть в наличии. Как так? Это шутки, что ли? Вы шутите? Мы взяли билеты. Мы подразили на билеты почти 18 тысяч на 4 человека. Вы шутите, что ли? Я похож на шутника. Я сейчас даже уже не знаю, на кого вы похожи. На мальчика, что ли? Девушка, я вам программу. Или не будет сегодня? А почему его не будет? И потом, чего ждать здесь 40 минут? Он типа едет уже этот автомат? Он выезжал, ехал. А что в самом случае не дает? ПТС не выдает. Так, сейчас, одну секунду. Как так? Подождите, что значит ПТС не выданил? Когда вчера этот господин Минцу ПТС видел. Вот он вчера ПТС видел, а сегодня он его перестал, что ли? Бадяш. Он сказал, что он физически его видит. В какой базе-то физически он видит ПТС машину? Я начитана в интернете о таких ситуациях. Поэтому я его 10 раз спросила, где ПТС. Он говорит, я его вижу приезжать. Вот ПТС, вот черный логан. Приедете, купите. Сейчас-то что происходит за чудеса? И что нам сейчас делать? У нас с собой вот 208 тысяч рублей, как приобещали. 23-го часа мы вам позвонили, вы едете, где-то будет. Билет 23-го точно не будет. Как я 23-го приеду, я уже разок на билеты потратилась. Там 23-го у вас тоже возникло, что писали, а у билета. Он мне сказал, если будет проблема, звоните по этому телефону. Давай на громко. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а какой у вас самый дешевый Рено Логан в наличии? И чтобы документы были в наличии, хочу приехать и купить сразу. Да, посмотрите, пожалуйста. Совсем базовая комплектация, там я не помню, как она называется. Презвольная комплектация? Да, да, да. 1,4. Да, да, да. Самый базовый, вот самый дешевый. Вчера звонили, есть 1,4, самый дешевый. 271? Мне кажется, 274, но, может, 271, вряд ли я ошибаюсь, но окей. Ну, странно, просто, как я понимаю, вы с Кристиной общались, да? Нет, я общалась с господином Немцовым. Ну, что сейчас делать, я общаюсь. Слушайте, а как вчера мне Владимир Немцов говорил, что я понимаю, что вы сейчас созвонились и поете все одну легенду. А вчера мне говорил господин вот этот вот, Владимир Немцов, что документы есть. Вот что вы мне сейчас предложите делать? Я взяла билеты на поезд, но вчетвером приехали. Вот что нам сейчас делать? Делать, к сожалению, ничего нет. Ну, отлично, спасибо, вы очень помогли. Да, всего доброго вам. Вот что делать теперь, уважаемые господа? Зачем вы так поступаете с людьми? Вы же обманываете, вы же знали, что не бывает таких машин. Вы же знали, что не бывает таких машин. Бывает, почему не бывает? Да что вы, ну давайте, давайте. Машина 12-го года даже есть новая. 574 тысячи, меня интересует только цена. Меня в год не интересует. Новая машина мне нужна за эти деньги. Как вчера мне обещали. На 100% обещали. Я лучше подержанную где-то в другом месте куплю. Точно не здесь, в этих жюриках. У нас настоящие жюрики. Да, мальчики, угольные. Я везде только, знаете, напишу и всем расскажу, что вы самые настоящие. Обязательно, обязательно. Ребят, коллеги. И фамилию хочется, да. Вы часто спрашиваете меня, что же мы делаем не так, как не попасть при покупке нового или подержанного автомобиля. Но в данном случае нового. Все новые машины нужно покупать только у официальных дилеров. И только там. Никаких цен дешевле не бывает. Какие еще бывают опасности, какие могут вас подстерегать при покупке новой машины? Даже у дилера. Ну, смотрите внимательно. Желательно забирать даже новую машину со специалистом. Потому что все мы люди, иногда машины царапают менеджеры в салоне. И потом окажется, что как-то так вы купили новый автомобиль, но он уже крашен. Это не частые ситуации, но они все-таки встречаются. А также, когда заключаете в дилерском центре договор на покупку автомобиля и оставляете предоплату, смотрите внимательно, что будет, если придет не совсем та машина. Предусмотрены ли штрафные санкции или какие-то другие варианты. Как вам будут это компенсировать? Также смотрите, что произойдет в случае, если вам придет автомобиль не через месяц, а через 3 или 4. Желательно, чтобы в вашем договоре, когда вы оставляете предоплату, все это было учтено. Эх, когда мы шли в салон, Нина мне раз 10 повторила. Блин, а может все-таки есть эта машина? А может все-таки есть? А что мы будем делать, если логан новый за 280 есть? Сейчас у нее сомнений не осталось. Единственное, что она меня поразила вопросом, когда мы выходили, а может все-таки дождаться 23-го? А может все-таки будет новый логан за 280 23-го? Все-таки верю в честность летения. Да, молодец, да, вот так и попадают, друзья мои, так и попадают. Просто нету моих слов, совершенно стандартная история. Наглые морды, абсолютно наглые, никакой совести. Вот эти вот, знаете, вот это, когда я ему сказала, чего вы улыбаетесь, вот это вот, он сидит и просто прячет в губах вот эту наглую улыбку. Ему очень хочется заржать, но он себя сдерживает, потому что мы оделись, как вы видели, соответствующим образом. Мы были похожи с сумками именно на приезжих людей. И вот он сидит и стебется над нами. И ждет, когда же мы все-таки согласимся на то, что нам некуда деваться, нам нужно уехать на машине и взять что-то вот за вот эти 280. Начинает предлагать нам какую-то фигню. Старую Калину, старый УАЗик. Потому что на самом деле люди оказываются именно в такой ситуации. Они приехали, они хотят машину, им обидно потраченных на билет денег, им не хочется их терять, им очень хочется уехать. И они соглашаются на этот бред. И если вы уже попали и вы находитесь в этой ситуации, забейте на цену на билет. Это самое лучшее, что вы можете сделать сейчас. Сейчас у нас нет другого выхода, да, как ехать смотреть подержанный автомобиль. То бишь автомобиль с пробегом. Только извинить, принципиально не в этом салоне? Принципиально? Нет, не в этом салоне. Типа, как они себя называют, официальном, да? Официальном дилерском салоне. Официальные дилеры по всем маркам, по всем просто. Да, мы поедем на рынок, ближе к людям, и смотреть подержанную машину с пробегом. Я в первую очередь буду смотреть на людей, как они себя ведут. Не такие же ли они окажутся, сволочи, которых мы видели сейчас. Менеджеры, да. Он же нам говорил, что он менеджер 2015 года. Да, менеджер 2015. Главный менеджер 2015 года. Победитель всех победителей. Самый лучший, да, в кавычках. И я буду смотреть на реакцию людей, на их поведение. Менеджеров, ты имеешь в виду? Менеджеров, да. Прилично они или нет. Смотреть их на душевные какие-то, да, качества. Чтобы понять обману. И что, думаешь, выберешь сама, да? Ну, я буду пытаться. Ну, сейчас мы на это посмотрим. Сейчас. Я не знаю, что это будет. В общем, следующая серия будет о том, как Нина ищет приличных людей, приличных менеджеров по продаже автомобилей с пробегом. Да. И пытается сама себе купить нормальную машину. Ну, сколько я смогу это выдержать, я посмотрю со стороны. Продолжение следует...